Вот, Елена не была, Марина не была. Хорошо. Сразу скажу, я очень позитивный человек и много улыбаюсь во время рассказов. Ну, мне почему-то нравится улыбаться, наверное, потому что действительно энергетику я подняла, подняла уже давно. Но, о, надо же сколько новых лет. Очень рада вас всех видеть. Очень рада вас видеть в ноябре. И в такой погоде, когда хочется уже так лечь, да, куда-нибудь там заныкаться с книжечкой, да, ничего не делать. Но на самом деле осень чудесное время. Просто чудесно. Ну, надо знать кое-какие нюансы. Я занимаюсь не только практиками, но такими вот психологическими, да, мне очень нравятся еще славянские практики. Они помогают действовать не вразрез нашей культуры и с нашим погодой, да, какими-то личными менталитетами, а соответствовать тому, что окружает нас, да, наше внутреннее, чтобы соответствовало нашему окружающему. Я вас очень попрошу, возьмите листочек бумаги и ручку. Я буду рассказывать что-то очень простое. Мне нравится рассказывать простыми словами, простыми, очень такими душевными. И, может быть, кое-что из этого вы уже знаете. Но я хочу, чтобы вы это вспомнили и, возможно, эту бумажечку повесили на какое-то видное место. Вспоминали о том, о чем я говорю и применяли это в жизни, потому что это действительно поможет. Девчонки, я вам так рада. Женщины, вы все такие замечательные. Я чем дольше живу, тем больше понимаю, насколько же мы все уникальные, замечательные и, ну, уникальные, уникальные. Девочки, кто взял, поставьте в чат плюсики, да, ручку, бумажку, и я буду рассказывать дальше. На бумажке можно написать Галина Бельтикова, вебинар от 14-го, потому что я знаю, уважаемые организаторы выставляют выступление на просмотр. И чтобы потом не искать, да, где я эту информацию слышал, будет очень удачно, если вы будете писать, от какого спикера вы получили информацию. Если захочется пересмотреть, вы сразу же найдете, а где же, кто же это все рассказывал. Ну, замечательно. Ой, спасибо большое. Какая у нас аудитория хорошая, как приятно. Итак, начинаем. И первое, что я хочу сказать про воду. Самый простой секрет долголетия. Прямо так и напишите. Вода. Да, мы с ней сталкиваемся по многу раз каждый день. У нас сейчас в Санкт-Петербурге все чихают и кашляют. Руки мыть надо в обязательном порядке. И пить. И пить воду. Этот секрет описал еще Авиценов в своих рецептах долголетия. Он считал, что самым существенным фактором от болезни, болезни и старения организма, это усыхание. Усыхание. И с этим соглашается и современная наука. С возрастом количество воды в организме сокращается в разы. В разы. К чему это приводит? Кровь загущается, лимфа загущается. Густая кровь. Она же уже не может ни кислород принести, ни питательные вещества. У нас начинают не иметь пальчики, да, не иметь ноги. Почему нам это надо? Вода в кране всегда есть. Все органы, когда к ним не поступает достаточное количество кислорода или питательных веществ, они начинают болеть. Они нам говорят, ну, обрати на меня внимание. Обрати на меня внимание. Что же делать? Влажнять организм, насыщать его влагой. Можно ставить увлажнитель воздуха. А можно просто пить воду. Но когда, как и какую? Чай, кофе, бульон, компоты не считаются. А может быть, кто-то знает, как надо пить воду? И вообще, вы знали, что пить воду надо, да? Напишите плюсики, кто знал, и напишите, пьете вы или не пьете. А ведь утром в обязательном порядке один стакан тепло-горячей воды. Вот, Елена, все правильно. Мы знаем, но не пьем. Что происходит? Мы идем по улице. Вот, Вера молодец. Вера пьет. Два литра в среднем надо выпивать женщине весом 60-70 килограмм. Утром, да, ну там, вечером идем по улице, чихают, кашляют, да? Мы все равно это вдыхаем. А организму, чтобы вывести, нужна жидкость. Не попили жидкость. А сел этот микроб, а вымыть-то его нечем. Нечем вымыть. Почему надо пить утром? Утром идет очищение организма. Стакан, да, и потом стакан с лимоном и медом. Можно потом, да, стакан с лимоном и медом. Замечательно. Утром пьют именно быструю воду, да, горячую, быструю. Почему быстрая? Она не впитывается в желудки. Она идет сразу же в тонкий отдел кишечника. И она только там всасывается. Она нам промывает весь организм и пищеварение улучшает. Почему нельзя пить холодную воду? Почему вообще нельзя есть холодную пищу? Еще китайцы. Да, давнее-давно. Ну, у нас тоже, в России, все время считалось, что когда вода подогревается вообще в желудке. Вода и пища подогреваются в желудке для того, чтобы дальше она могла впитываться. Но подогревается она не за счет своего тела, а подогревается она за счет энергии почек. А в почках хранится та энергия, которая дана нам по роду. И тратить ее просто так на подогрев, это вот, знаете, вот как денежками какую-нибудь тропиночку устрелать. Не тратьте свою энергию на то, что можно, там, где можно обойтись просто обычным подогревом. Энергию почек нужно обязательно беречь и приумножать, а не тратить ее по-напрасному. Почему утром еще, да? Ночью мы, особенно это важно сейчас, батареи у нас включены у всех, воздух стал сухой. За ночь наш организм теряет очень много воды. К тому же ночью идут обменные процессы в организме. И те шлаки, которые у нас, организм, умница, молодец, отработал, надо эти шлаки выявить. А еще иногда и ночью кто-то уйдет потеет, да, тоже идет потеря влаги. Вода с утра натощак смывает токсины и остатки непереваренной пищи со стенок и желудочно-кишечного тракта, да, и еще способствует опорожнению толстого кишечника. Через полчаса можно позавтракать. Надо сказать, что правильная работа желудочно-кишечного тракта это залог усвоения всех питательных веществ и долгой здоровой жизни. И вот вам и секрет долговец. Кстати, я разговаривала, у меня есть знакомая косметолога, очень хорошая женщина. Она знаток своего дела. Так вот, мы с ней обсуждали этот вопрос, и она подтверждает и говорит, что когда начинает женщина пить воду, кожа становится намного лучше. И когда люди видят это, они начинают пить уже не один стакан утром, а то два, а то и три. И тогда эффект усиливается. Но важно пить, когда нет желудки еды. То есть покушали, дали перевариться, да, пища. И где-то через 40 минут начинаем пить. У меня все время рядом со мной стаканчик, я его наполняю раз в час. И начинаю пивать по глоточке. Ну, прям по глоточку пью, пью. Потом через какое-то время я работаю, работаю, встаю, опять иду на кухню, я опять наливаю стакан воды. Он все время рядом со мной, и я все время пью. Я так не забываю. Иногда можно брать с собой прям бутылку воды, ну, вот положено 2 литра, да, взял 2 литра, поставил. Пить лучше не вечером. Вернее, вечером тоже нужно пить, да, но если ваш организм приучен. Иногда люди говорят, а я вот совсем не пью. А я вот только чай или только кофе. Я вас поздравляю, потому что, когда вы пьете чай и кофе, начинает работать желудок. Давайте ему тоже отдыхать. А когда водичка идет, желудок отдыхает. Он только умывается и отдыхает. Давайте я включу презентацию. Сейчас посмотрим. Это я. Интересно очень. Я стала готовить вебинар, ну, не вебинар, он вылился в большой тренинг по чакрам, по муладхаре, именно по муладхаре. И, как видите, я стала выглядеть гораздо лучше. Причем я тут нашла фотографии из дня рождения 2007 года. Не поверите, 10 лет прошло, а я сейчас выгляжу лучше. Я не знаю, как это происходит, но это действительно так. Это действительно так. И вот самое, вот такое вот самое важное я вам сегодня расскажу, потому что очень многие считают, что, ой, для здоровья надо много. Для здоровья надо слушать себя и чуть-чуть что-то делать. Причем это делать не специально. Это все встраивается в жизнь. Я люблю такие практики, когда мы все встраиваем в свою жизнь. Пейте воду. Вода очень и очень важна. Как пить, да? Не залпом. Когда мы... Вот утреннюю воду, да, ее можно побыстрее пить, да? А когда мы пьем дневную воду, надо пить не сразу, потому что тогда она постепенно впитывается в организм и начинает очищать и клеточное пространство, и межклеточное. Это очень важно, потому что в межклеточном пространстве у нас сидит столько грязи. Клеточки ведь у нас в теле обновляются, а если организм пересушен, как клеточка, да, вот она растет, растет, в какой-то момент она, значит, стареет, и там происходит процесс разрушения. За это отвечает, кстати, тоже чакра Малатхара. И за то, чтобы вывести вот этот шлак, нам нужна водичка. Иначе межклеточное пространство начинает увеличиваться за счет этих шлаков. То есть целлюлит, целлюлит, вот эта апельсиновая клеточка, это как раз то, что и клеточки старые раздуты, и межклеточное пространство очень большое. Поэтому когда сжимаешь, видно апельсинную корочку. Еще хочу про воду рассказать. Мне про воду очень нравится рассказывать. Многие из вас, наверное, видели фильм «Великая тайна воды». Видели? Поставьте плюсики, кто видел, потому что это действительно очень важный фильм. В этом фильме рассказывается о работе знаменитого японского ученого Эмото. Вот. Мне это фото нравится. Мне нравится. А, какое нравится? То, да. Мне оно тоже нравится. Я там сижу с дочкой, и у меня прекрасный день был, замечательный. Господин Эмото уже много лет исследует воздействие на воду различных факторов. И убедительно доказал, что вода способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли и эмоции. Представляете? Доктор Эмото подвергал воду различным воздействием. После чего ее замораживали и фотографировали те кристаллы, которые получились. Девочки, запишите, запишите. Великая тайна воды. На самом деле в нашей жизни все так просто, а мы сами все себе усложняем. Посмотрите фильм, и вы поймете, насколько вода – это какая великая сила в ней. Мы так часто ищем какие-то заморские лекарства. На самом деле все гораздо проще. Так вот, форма кристаллов льда зависит и от частоты воды. Но не только. На кристаллизацию воды влияет музыка, изображение, слова и даже мысли людей. Вот посмотрите, как реагирует вода на наши слова. Вот так. Кстати, вода из нашего трубопровода, она, конечно, не структурированная. Конечно, лучше, если есть возможность, да, пить воду из каких-то естественных источников. Может быть, у кого-то колодец, да, ну, какие-то живые природные источники. Но с помощью слова, с помощью эмоций можно передавать воде вот эту энергию. Посмотрите. Сказали дурак, да? Готовим кушать. Ведь вот на воде мы кушать готовим, да? Готовишь кушать, подумаешь, что-то плохое. И вода стала вот такая. Ведь у нас, у женщин, есть огромное сила. Мы, когда готовим, мы можем с семьей либо сплачивать, либо убирать того, кто не может. Да. Или вот посмотрите, да, тыль не отвратительный. Лякса, не вода. И вот когда мы готовим, мы что-то там сетуем на жизнь, мы передаем вот такую энергию всем, кто кушает. Прежде чем пить, ну, я готовлю особым образом, да? Ну, как особым образом? Продукты я кладу такие же, как и все. Но иногда, когда в семье не хватает, например, взаимопонимания или уважения, я просто из воздуха беру вот это и добавляю в суть. Ну, в суть, да, или в то, что я готовлю. Совершенно по-другому с меня жить начинаю. Над водой я вообще часто говорю и слова благодарности, потому что благодарность очень важна в нашей жизни. Благодарить можно и за хорошее, и за то, что человек вам принес какую-то печаль. Он вас учил чему-то. И ты учил. Вот над водой я говорю обычно так, там. Спасибо тебе, да, моя дорогая вода. И за то, что ты есть. Потому что мы ведь эту воду воспринимаем, как... Кран открыл, да, она езжает. Это же спасибо, что ты есть, вода. Дальше я наделяю теми качествами, которые мне нужны. Да, вот я хочу жить, да. Я говорю, такая живая, такая там лечебная, чистенькая. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь мне. Дальше можно сказать, за что. Ну, то есть в чем она тебе помогает. Прямо структурируйте воду. Мы живем в Вселенной. Мы все связаны незримыми ниточками, ни энергии. Так и говорю, что мой организм очищается, обновляется. Омолаживается. Шлаки там, токсины выводятся. Такую водичку попьешь, так легко становится. И все функции восстанавливаются, нормализуются. И органы очищаются, обновляются. Все приходит в норму. Кстати, рассказываю вам секретики. Все секреты покажут. Если у кого-то есть вопросы, вы пишите. Я потому что люблю и рассказывать, сразу же на вопросы отвечать. Вода позволяет снять стресс. Это действительно так. Произошла какая-то ситуация. Вы очень расстроились. То есть, если ситуация идет какая-то, да, такая негативная. Все это негативное записывается у нас в теле. В фасах. Я как психотерапевт, да, вот на консультациях очень часто, да. Где у тебя обида? Или где у тебя болит? Положи ручку. Положил ручку, да. Вот обида у нас обычно, вот это, вот на груди. Положи ручку. И сразу же идет доступ к тому моменту, когда эта обида появилась. Мама отругала там ни за что, да, или еще что-то кто-то обидал. То есть, мы получаем доступ прямо вот в теле. Да, Светлана, да, все правильно. Получаем в теле доступ к той ситуации. Так вот, если во время этой ситуации, не во время, после этой ситуации, пить воду маленькими глоточками, горячую, горячую, вам сразу станет легче. Организм сразу же растворяет стресс без вреда. Он уменьшает сразу же и тревогу, и депрессию. То есть, вот такой нехитрый, совсем простой рецепт поможет вам жить более счастливо. И не циклиться на каких-то ситуациях. Кстати, еще академик Павлов говорил, что при нервных напряжениях следует держать руки в прохладной воде, а лучше в проточной. Избыток энергии, плохого настроения уходит в воду. Можно с водой прямо поговорить, да, вода убери, раствори, убери, да, вот то-то и то. Да, все записали. Все записали такие простые-простые рецепты. А вообще ведь вот почему мы стареем, болеем? У нас ведь кроме физического тела, вот этого, которое мы можем потрогать, там, пощупать, да, кроме внешности, есть еще более тонкие тела. Энергетические они называются. А они состоят из энергетических каналов, меридианов. И таких, ну, я скажу, что это сферические воронки. То есть они и принимают, они называются чакрами, да, или резервуары, мне уж очень нравится это название. Когда-то я их называла там, ну, маленькими там чашечками, а теперь мне хочется называть резервуар. То есть прямо вот такие области, где собирается храниться, принимается, хранится, используется, передается нашей энергией. Чакры называются. Кстати, чакры, это не только там восточное-восточное. Не, не, чакры, это древнеславянское название. Чакра. Чакр есть даже такая руна. Она означает круговращение в две стороны. То есть и на прием, и на выдачу. То есть входящая энергия и выходящая энергия. Ара означает чистое тияние, энергия. Мы-то привыкли, что это восточная наука, да, но это не совсем так. Мне кажется, что бутилированную воду можно ли пить? Можно пить бутилированную, но мы же не знаем, как ее делали. Лучше поставить очиститель какой-то для воды. Вот тогда вы точно будете знать. Вот эта вода очищена от металлов, да, от ртути, от каких-то же тяжелых взвесей. То есть здесь вы будете уверены. А когда мы покупаем бутилированную воду или газированную, уверенности нет. Так, сейчас я вам включу, наверное, славянская система у меня будет. Вот, славянская система ЧАК. Мы-то думаем, что это... А он от микроорганизмов, как очистить. Можно воду подогревать. У нее есть три фазы, да. Первая фаза закипания, потом фаза называется белый ключ, а потом уже кипение. Так вот, когда вода кипит, когда вода кипит, эта вода уже мертвая. Фазу белого ключа можно в чайнике отследить. То есть, даже если чайник не прозрачный, а металлический обычный, в эту фазу вода начинает шуметь. Она шумит и бурлит очень громко. Вот эта вода, она самая полезная. То есть сначала отфильтровали, а потом докипятили, ну не вскипятили, а нагрели до состояния белый ключ. Кипяченую воду лучше не пить, она не совсем жевает. Еще можно воду замораживать. Как воду замораживать, тогда она получается более очищенной. Для ленивых. Я люблю простые способы, можно не для ленивых, да. Ставите кастрюльку в морозильник, первое, что застыло, это тяжелый металл. Снимаете льдинку, опять замораживаете, да. То, что внизу осталось, не замороженное. Это тоже вредное вещество. Берете только эту льдинку, которая замерзла, а можно сделать еще более просто. Кастрюльку налили, заморозили сверху, тот слой. Он сверху будет и по центру белый. Наливается кипяток в эту замороженную, в объем, да, замороженный. То, что сверху, тот же начинает подтаивать, и то, что в центре начинает подтаивать. Сливаете это, и у вас получается такая чистая-чистая льдинка. Вот ее можно использовать. Она считается очищенной. Вроде бы, как и так делать что-то надо. Но, вы знаете, на самом деле это того стоит. Если мы сами о себе не заботимся, Минздрав о нас не позаботится. Кто со мной согласен, поставьте восклицательные знаки. Только сами о себе можем позаботиться. И вот славянская. Вот, замечательно, девчонки. Молодцы, что вы это понимаете. Вот когда понимаешь, когда ставишь восклицательный знак, когда берешь ответственность на себя, не думая о том, что я пойду в поликлинику, мне там что-то пропишут. Или, да ладно, я в интернете посмотрю. Заболею, посмотрю, найду лекарство. И буду я его там пить. Ничего подобного. Лечиться, это не... Есть лечение, а есть оздоровление. Вот у нас предки считали, что в мире, когда гармония, мы все здоровы. Если человек вышел из этой гармонии, он начинает болеть. То есть лечиться, это не значит восстанавливать гармонию. Восстанавливать гармонию, это значит оздоравливаться. Любить себя. Заботиться о себе. Нести ответственность за себя, за свою жизнь, за свое здоровье. Это вот славянская система чакр. Вы все сами можете прочитать, да, где что находится, но обратите внимание, у нее... Молодец, Светлана. В чем отличие от привычной нам системы чакры? У нее три чакры находятся в сердечной зоне. Насколько это про нас, да? Мы же славяне, все о любви, да, о верности, о преданности кому-то, о том, чтобы сохранять вот это чувство там до глубокой старости. Для нас так важно вот это ощущение любви. Да, видите, за душевное чайное, за любовь отвечают целые три чакры, лада, леля и персик. Наш менталитет. Все за любовью. Все ради любви. А в восточных учениях, основных чакр семь, они носят другие названия. Ну, это не столь важно, да, кто какие названия носит. Просто важно понимать, о чем мы говорим. Да, просто понимать, о чем мы говорим. Каждый центр, каждая чакра связана с определенными органами и системами нашего тела. Причем отвечают каждая чакра еще за те или иные качества нашего характера и даже за наши способности. Так вот, считается, что если мы начинаем стареть, это уменьшается энергия в маладхаре чакры. Вот посмотрите, она самая нижняя. У славян она называется исток. Исток, то есть, откуда получаем мы энергию? Это наше начало. Корневая. Она связывает нас именно с землей, со стихией землей, с материальным миром. Отвечает за выживание. И именно за жизнь. За жизнь. Точка опоры, фундамент, на котором строится и наше здоровье, и наше взаимоотношение с людьми. Причем и с близкими, и с дальними. И если возникают какие-то проблемы со здоровьем, или со взаимоотношениями в семье, социуме, или денег вдруг стало не хватает, или потери, поломки имущества, причину следует искать. Нарушение равновесия именемого от пары чакры. Или ее ослабление. Я про это расскажу еще чуть позже. Да, я только хочу еще сказать. Если вдруг болит какой-то орган. Девочки, если... Вот можно прям посмотреть, да, что чакру окружает, какие органы. Вот за эти органы чакры отвечают. То есть, если, например, болит сердце, да, ищите в анахате, да, причину. То есть, анахата, она как раз сердечный центр. Сердечный центр. У нее несколько лепестков, и если один из лепестков закрыт, то может болеть сердце. У чакры обычно рассматриваю я пять параметров. Такой, например, как плотность. Плотность. Человек, вот, плотная анахата, да, если возьмем, уже заговорила почему-то про сердце. Он и хочет сказать, что любит или что-то такое, а он не может. Вот у него плотность такая, у него как будто как стена какая-то. Он не может открыться. Причем он настолько жадничает, что даже себе этой любви не дает. И начинает сердце поэтому болеть. Мы тут думаем, что сердце болит у нас, потому что мы за кого-то переживаем. Так мы же просто переживаем. Мы же как очень часто, да, я за кого-то переживаю, но я ему сказать не могу. Если вдруг, да, болит какой-то орган, распечатайте или посмотрите в интернете, как выглядит здоровый орган. И когда пьете, представляете, что вы умываете этот орган, прямо омываете орган, и с водой уходит лишнее, больное уходит. Когда орган, то есть вы прям визуализируете, да, здоровый орган. И прямо вот когда пьете, прямо представляете, как там водичка течет, плохой уходит, короче, там достается, да, какой он розовый становится, какой чистый, какой весь такой четко очерченный, обновленный такой, здоровый. И когда ваш организм начинает восстанавливаться, даже если болело что-то, начинает просто восстанавливаться. Потому что мы оказываем внимание этому органу, который напоминает о себе. Все, что я рассказываю, этим мы усиливаем нашу энергетику. Еда. С одной стороны, все мы понимаем, что зимой, ой, мне сейчас так мышцы спины болят, что пришлось даже корсеты одеть. Это какая чакра? Все зависит от того, где находится. Какой отдел позвоночника? Что означает, если у почек слабая энергетика? Екатерина, значит, породу, породу передали, мало вам энергии. Но это не значит, что надо сидеть и говорить, ой, мама с папой, вы меня недолюбили. Это значит, что надо именно восстанавливать. Восстанавливать энергию почек вдоль всего позвоночника. Елена, возможно, это не буду говорить. Знаете, за позвоночник в целом отвечает Муладхара. Работать надо с Муладхарой, и тогда и позвоночник будет более крепким. Как с ним поработать? Как с ним поработать? Я буду рассказывать как раз на тренинге, который у меня... Я хотела вебинар провести по Муладхаре. Но получается так, что будет два дня, В один день я буду рассказывать теорию, а на второй день мы будем и хвосты закрывать, потому что очень часто... Вот чакра, да, это такой орган, вот такой орган, он на вход и на выход, да? И вот, например, многие говорят, давай накачаем чакру. Да если там хвостов много, утечек много с этой чакры, все выльется, сколько не накачивать, столько времени, столько времени. Вот сначала хвосты мы закрываем, а потом уже только занимаемся накачкой чакры, да, ее развитием, ну и прочим, да, я вам позже про это расскажу. Доль всего позвоночника с двух сторон, да, именно Муладхара. Елена просит, скажите. Еленочка, все дело в том, что я, конечно, могу ставить диагнозы и на расстоянии, потому что у меня очень большой опыт и сессий, да, и работы с клиентами. Но дело в том, что когда я что-то такое говорю, одно дело, я вижу человека, да, вижу, как он стоит, вижу, как он там переваливается ноги на ногу, да, я настраиваюсь, чувствую, где у него что. И тут я могу ему задавать наводящие вопросы, если он сам себя не диагноз ставит, да, но находит причину. Но если говорить вот так напрямую, да, что там болит, да, человеку можно, видите, ментальный мозг, да, то есть мы, когда мы возьмем, все додумаем сами. Вот кто смотрит программу по здоровью, очень часто замечает, начинает рассказывать про почки, а, и у меня болит. Начинают рассказывать про сердце, а, и у меня сердце болит. Не надо. Приходите на тренинг по молоткару, и перестанет позвоночник. Ну, по крайней мере, вы будете знать те упражнения, те практики, которые оздоравливают молоткару, оздоравливают без позвоночника. Молоткара, она вообще отвечает за позвоночник, наша опора, да, наша опора в жизни, позвоночник. Нет молоткара, нет опоры, нет ни позвоночника, нет стабильности в жизни. Мы начинаем метаться туда, сюда, этот виноват, тот пускай не даст, нет в себе уверенности. Вот за это отвечает молоткар. Поэтому я и тренинг-то создавала, не по каким-то чакрам, а именно по молоткаре. Хотя есть планы про все, про все рассказать. Энергетикой я занимаюсь очень давно. Я тут, когда попыталась, попыталась понять, когда же я это начала. Тогда еще интернета не было. Мы тогда, у нас была группа людей, которая этим интересовалась. Мы переписывали что-то, где-то как-то находили за большие деньги. Ну вот, как-то подпольно очень все это. И тогда начинали уже работать. Можете посоветовать, как восстановить слабую энергетику почек. Во-первых, поработать с родителями. Отпустить то, что, то сердитость, которая есть в ней. Это уже даст огромную энергию. Потому что по почкам, если есть обиды на родителей, она туда и утекает. Она просто туда утекает. Она идет не к вам, она утекает. То есть закрыть вот эти хвосты, отпустить все эти придирки, я понимаю, что это сложно. Приходите на тренинг, и я расскажу, как это сделать проще. Там не будет медитации, типа, посадил там, попрощался, что-то еще. Нет. Это все будет серьезно, квалифицированно. Еще по почкам. Не студите. И не злитесь. Почки у нас ослабляют негодование и злость на других людей. Такое двоякое. С одной стороны, слабые почки дают раздражительные, а с другой стороны, когда мы раздражаемся, у нас страдают почки. Вот. Екатерина, если вдруг на кого-то просердили, ничего не говорим, идем к нам водичку. И я водичкой руки мою. Вот эти вот простые методы, они, они, даже не понимая, они очень облегчают жизнь. И сохраняют наше здоровье. Продолжаем. Еда. С одной стороны, мы понимаем, зима, холодно, нам надо больше энергии на обогрев тела, и почему-то считается, что надо больше есть. А с другой стороны, всем в Новый год хочется выглядеть на все сто. Кому хочется выглядеть на все сто? Восклицательные знаки. Девочки, конечно, не на сто килограмм, а на все сто процентов. Как кушать? Отлично. Как кушать, чтобы было и телу хорошо, и в зеркало на себя смотреть приятно. Замечательно. Мы ведь как едим. Вспомните себя. телевизор, разговариваем с кем-то, да, между делами что-то перехватили. И да, такая приносит удовольствие. Чаще всего она является просто фоном. Вот как эта барышня на картинке. Она задумалась, она сейчас полстала там, да, все съест. Кому это знакомо? Мне вот это точно знакомо. Я иногда работаю, если рядом что-то у меня есть, печенешки какие-то, в тарелочку положила, да, или кто-то там дочек принес, супруг принес. Я могу съесть, и даже не замечу, что я все съела. Поэтому я очень прошу, если хотите меня угостить, принесите мне одну штучку. Если начать кушать, вникая во все вкусовые нюансы пищи, во-первых, сам процесс становится очень интересным. И он обогащает нашу жизнь вкусовыми ощущениями. Именно вкусовыми ощущениями. Наша жизнь, она же вкусной становится. Вкусной. Вкусной, да? Относитесь ко всем диетам очень разумно. Не так, что, ой, у меня где-то вот тут жирочек там был, да, я сейчас сяду на диету, и он у меня куда-то уйдет. Жирочек-то уйдет, может быть. Ну и здоровье-то тоже может быть уйдет. Поэтому очень-очень слушайте себя. Я на тренинге буду давать мускульный тест. С помощью него можно будет, ну, можно очень легко определять, полезен вам продукт, не полезен продукт, нужен он вам, не нужен. Мне, честно говоря, этот тест помогает выбирать продукты даже в супермаркетах. Я прямо иду и проверяю, мне это полезно или это мне полезно, или мне вот это полезно. К тому же, когда начинаешь чувствовать вкус еды, кушать пищу, гораздо быстрее наедаешься. И тело начинает приобретать красивые естественные очертания и легкость. Когда по привычке заглатываешь еду, она в желудок поступает кусками, во-первых, она и слюной не обработана, поэтому очень часто люди начинают есть и запивать водой. Есть и запивать водой. И вместо того, чтобы пища, продукт поступал уже разжеванный и обработанный слюной, то есть ферментами, у нас идет такая кашица. И эта кашица, когда поступает в желудок, желудочный сок гораздо сложнее всех переварить. И с одной стороны, если ты прожевал и заглотал, пришел камень в желудок, желудку плохо. И если ты болото кинул в желудок, то желудок тоже нехорошо, поэтому так много желудочно-кишечных заболеваний сейчас. Если мы кушаем еду, наслаждаясь этим, прожевывая, я не говорю, что сто раз надо жевать. Просто, когда положили что-то, что-то в рот, почувствуйте хотя бы какого это вкуса. Соленое, кислое, сладкое. Можно красиво подать. Вот я давным-давно так сосиски режу. Мне очень нравится. И всем смешно, забавно, хорошо, а мне очень важен тот климат семьи, в котором я живу. Вот, так во время еды пить совсем нежелательно. Но и после еды дайте тоже, ну вот, чтобы пища начала перевариваться. Иначе водичку запили в желудочек, упало, и опять это же самое болото. И что болото, да? Вместо цеха по переработке пищи мы получаем болото вниение. Вниение. А внутри, внутри нам тоже надо чистить организм. И наиболее эффективно очищать организм весной и осенью. Очищение организма осенью можно сравнить именно с капитальной уборкой или даже ремонтом дома. а есть мягкое очищение его можно делать в течение года. Тогда вот это как ежедневная уборка дома. Вот сейчас как раз хорошо сделать капитальную уборку и это очень важно для иммунитета. мы даже и не подозреваем сколько в нас топилось токсинов, вирусов, паразитов, которые даже нельзя обнаружить обычными методами диагностики. Это и тяжелые металлы, и радиоактивные затопы, и лекарства, и гербициды, консерванты. Почитайте на банках, что мы едим. Отсюда и идет ослабление защиты организма, иммунитета и как следствие болезни. Сегодня полнолуния. Завтра убывающая луна, и можно как раз самое время чистить организм. Обычно начинают с кишечника. Есть же выражение чистый кишечник в хорошей иммунитета. Убывающая луна, самое время почистить организм. А за работу кишечника, да, и за выведение шлаков отвечает как раз Муладхара. Еще она отвечает вот за позвоночник, как мы говорили уже, да, за все кости, то есть все болезни, которые связаны с костной системой, остеохондрозы, радикулиты, артриты, артрозы, все туда. Запоры, геморрой, все, это все Муладхара, все Муладхара. Варикозное расширение вен, много земли, много земли, кровь густеет, все что даже. Проблемы с зубами. Если зубы посыпались, это значит все Муладхар и все очень-очень печально. А вообще Муладхара отвечает еще и за материальный мир, за умение брать из этого мира, ассимилировать, то есть сделать так, чтобы это было для меня съедобно, скажем так. Перерабатывать, брать нужное и отбрасывать все не нужно. Кстати, Муладхар где находится? Она находится в промежности. У мужчин между анусом и корнем члена, а у женщин на задней стороне влагалища. Вот. Если есть проблемы со стулом, частые запоры, нам-то кажется, ну ладно, да, сегодня там что-то там, да, не случилось, ладно. А на самом деле организм начинает самоотравляться. Там отравляться. Ну вот так вот сами себе отравляем жизнь, причем в прямом и переносном смысле этого слова. Очень хорошо помогает, я сразу скажу, я клизмы, не сторонник, я клизмы, потому что в свое время я была сторонником, но поняла, что все это такое для меня дело не очень приятное, а выхлоп, да, со всего сетом, он какой-то незначительный. Нет той легкости, которую пропагандируют, да, потому что когда мы делаем очистку клизмами, мы чистим только совсем небольшой кусочек кишечника, небольшой, а лучше чистить весь и постепенно, постепенно. Так вот, салат метелка. Сейчас, я думаю, ингредиенты для этого салата есть у всех. на вкус он приятный, но я вот всем говорю, да, вы очень аккуратно со всем начинаете этот салат есть, ну, по ложечке, по две, да, приучать организм так же, как распиваться. Вот очень хочу воды уже. Как он делается? Сырые овощи, капуста, морковь и свекла. Натереть, нашинковать в пропорции 3-1-1, то есть капуста 3 части морковки, 1 и свекла сырая, 1. Можно посолить, помять до сока, можно приправить лимонным соком, можно использовать растительное масло, нерфинированное лучше. Можно добавить зняное масло. Кстати, для женщин зняное масло очень-очень бывает. И, кстати, жиры, оно расщепляет. Лимонное масло потребляют, когда хочется постранить, потому что те жирочки, которые у нас сидят на теле, они же сидят не вчера, и лимонное масло, оно как раз расщепляет вот эти старые жиры. Все составляющие компоненты этого салата, они богаты клетчаткой, пектиновыми веществами, поэтому пектиновые вещества они вытащат из вашего организма, да, из стенок кишечника, то, что он впитывал, субяку это. А клетчатка, она именно все это выведет. Очень хороший салат, есть утром лучше натощак, начинать с небольшого количества, даже если вы утром не поедете, ну, его не поедете. Возьмите с собой его на работу, поешьте там, он в любое время хорош, в любое время хорош. Мне нравится его есть и в обед с небольшим кусочком мяса. Летом мясо я не ем, у славян он же как, да, вот осенью раньше было, да, осенью там мясо кого-то там забивали, да, вот они ели-еле-еле до весны мясо. А весной уже там коровы и все прочее, кто остался жив, их, ну, покрывали самцом, да, и дальше они уже были беременными и рожали деток. И славян не ели уже мясо весной и летом. я тоже стараюсь придерживаться, мне это очень-очень нравится. Летом и курочки можно, да, а такую там свинину лучше уже не надо. Вот, если вы едите этот салат в обед, можно есть его и много сразу. Во-первых, насыщение приходит очень быстро. Прям быстро, прям хорошо так, очень вкусно и хорошо. Подбирайте сами, чем заправить, да. и ощущается кишечник. Прямо на ура. Но, если у вас гастриты, да, если гастриты, если уже начались проблемы с ЖКТ, если пониженная кислотность, то вместо свежей белокочанной капусты используют квашеную. А если повышенная кислотность при гастрите, то лучше брать не с свеклу сырую, а лучше ее брать вареную. И тогда этот салат уже делают по-другому. Да, капуста одна часть, морковки одна часть, а свеклы берут уже две части. Вот. К тому же можно чернослив запарить, да, немножечко добавить в салат, тоже очень вкусно получается. Попробуйте разные варианты. Съели несколько ложек салата и прислушайтесь к организму. Мы ведь его совсем не слышим. Совсем не слышим. Начинайте прислушиваться к организму. Что-то съело и прислушивался. А как я себя чувствую? А какое у меня настроение? Не зря же говорят, мы есть то, что мы едим. Кто-то слышал такое уже, да? Что мы есть то, что мы едим. и еще один метод хорошего очищения организма. Я его использую, его вообще используют один раз там лет в пять, да? Я использую его, наверное, чаще. Мне он очень нравится. Готовится он просто. Вот вы можете и почитать, и сразу же схема приема. Ура, у меня сегодня работает презентация, все можно списать. Поэтому я и просила, что возьмите еще ручку и бумажку. На меня вот этот рецепт, он оказывает замечательное, замечательное действие. И все мои подруги, видя, как я изменяюсь, сейчас я его тоже применяю, насколько становится легче, насколько я становлюсь более воздушная, что ли, какая-то эмоциональная, и в то же время все как-то плюс получается. Дела все удаются. Прям в общем. Так, я чуть-чуть расскажу сначала по нему. Ладно? Он очищает организм от жиров и известковых отложений. Причем от каких жиров? Это не те жиры, что у нас на боках, хотя и они тоже почему-то уменьшаются. А убирает он те жиры, которые у нас там в крови, в органах. То есть, знаете, очень часто мы не знаем, а у нас там ожирение печени, да, или... Вот. Очищает сосуды, в том числе глаз. Я, когда его применяю, я не скажу, что я очки снимаю, но вижу в очках я гораздо-гораздо лучше. Но с пяти у меня сейчас зрение уже один с половиной. конечно, это не только это настойка, и другие по-другому еще работают с терапевтическими. Ну, вот такие результаты. Этот состав, он изгоняет паразитов. Причем это не только глисты или лямблии, да, это микроорганизмы даже уничтожают те самые, которые нам вредят. Он значительно улучшает обмен веществ. Нашему организму становится свободно. Действия этого способа, да, вы заметите уже на десятый день применения. И прилив энергии будет, работоспособность, да, хороший настроение. Ну, вот посмотрите на меня. А во-вторых, вы станете менее восприимчивы к раздражающим факторам. У вас улучшается самочувствие. Как мы его готовим? Чего капель это? Рассказываю, не прослушали вы, рассказываю. 350 грамм чеснока, либо толчем, либо, ну вот, я его режу, да, и начинаю толпу в такой фарфоровой чашечке. да, это не очень как бы приятное, запах идет, ну, мне окно-то нравится, мне как-то нормально. Потом верх, мы же когда толчем, мы же его, он не, не жиденький становится. То есть, когда в чеснок давку, он сразу жиденький какой-то становится, а крупные частички выбрасывают, да, но лучше не использовать металл, потому что сразу же идет укисление. А когда вы толчете, получаются большие куски, вот эти большие куски мы выбрасываем, а 200 грамм жижицы, нижние жижицы, мы вот ее берем, кладем в стеклянную емкость, в стеклянную емкость, и вливаем 200 грамм водки. В некоторых рецептах указывается этиловый спирт. Достанете выращивать, не достанете даже и не заморачивайтесь, делайте на водке. Дело в том, что очень много людей, которые говорят, ой, у меня нет чего-то там, да, делайте на том, на чем есть. Потом емкость плотно закрываем и ставим в темное место, иногда встречаем. Через 20 дней 200, да, 200 грамм, водки надо тоже 200. Он простой, девочки, 200 грамм вот этого жидкого чеснока с током, да, из 350 грамм получается 200 грамм этой масли. 200 грамм жирца чеснока, 200 грамм водки и настаивать 20 дней. Стряхивайте иногда. После 20 дней процеживаем через плотную ткань, ну, чтобы были именно действительно капельки. принимаем его или с водой или с молоком. С молоком лучше. С молоком лучше. С водой, если принимаете, то у кого в ЖКТ есть проблемы, да, можно, ну, не обжечь, но, в общем-то, лучше с молоком. Схему вы видите, да, все очень постепенно. Утром, первый день, да, утром одна капелька, обед две капельки, ужин три капельки, да, на следующий день утром уже четыре капельки, да, и так далее. Как я его использую, чтобы мне было удобно? Я пишу, ну, прямо распечатываю или пишу на бумажке, да, один, два, три, четыре, да, ну, сколько капельок мне надо. Выпила, зачеркнула, выпила, зачеркнула. У меня два экземпляра. Один дома висит, один с собой в кошельке. Кошелек же всегда при мне. Вот. Я использую, вообще пипетками капают. Я пипетки не использую, у меня есть такая баночка, на которой переворачиваешь, нажимаешь и капает. Вот я использую вот эту баночку с тобой, с собой ношу. почему я и дома такая, и с собой я такое ношу. Запаха не бойтесь. Да, водки 200, да, и чеснока, жижицы 200 грамм, водки 200 грамм, и 20 дней настаивания. Запаха не бывает. Иногда, иногда, ну, я, наверное, запахом уже стало очень-очень так чувствительно, потому что, когда молоткару развиваешь, начинаешь чувствовать все запахи, все нюансы, то есть мир становится пахнущим. Но не в плохом смысле этого слова, да, ты начинаешь даже как будто настроение улавливать по запаху. Вот. Может, как бы вот, у меня такое ощущение, что как будто, ну, иногда, когда уже по 25 капель пьешь, да, уже организм много, да, и он начинает выводить, вот тогда появляется не запах не от тела, а вот, ну, пописал, да, и вот чувствуется что-то там такое. Вот. Что делать, если пропустил какой-то прием? Во-первых, не расстраиваться. Женщины, драгоценные, расстраиваться нам вообще запрещено. Мы расстраиваемся, когда у нас нет опоры в жизни. А почему у нас нет опоры? Слабые молотхары. И мы начинаем ко всем цепляться. С супругом, к детям, ты что, как ты, чего ты, да, если слабые молотхары, у нас и жадность, и зависть, и мы начинаем всех контролировать, потому что, если они куда-то денутся, а мне-то как будто и не выжить. А вот, когда молотхары сильные, когда ты крепко стоишь на ногах, когда, наоборот, все приходят. и приходят не из-за того, что ты контролируешь, или говоришь, ну-ка, иди сюда, и ты иди сюда. Нет, они просто идут, потому что, потому что ты для них ценность. Ценность. Ты не слабый, ты стильный. Знаете, ты ценно. Такой женщине, которая ценна, она же, сколько дней, она же важна, нужна, сколько дней принимать. Марина, у меня получается всегда по-разному. В районе месяца. Вот получается, в районе месяца. Причем, можно начинать принимать его независимо от лунных суток. В связи с тем, что вы принимаете его долго, то есть там и убывающая луна, и растущая луна, там все есть. Если есть вопросы еще по нему, да, вы пишите. Я надеюсь, вы всписали, да, как принимать. Если все понятно. Ну, замечательно. Его даже не надо каждый год принимать. Достаточно один раз в пять лет. У меня вдруг как-то вот само по себе получается. Я вспоминаю, что, о, я хочу. Я вспоминаю те события, которые у меня были, когда я его принимала, потому что, ну, там как-то сразу же идет скачок. Скачок в улучшении жизни. Такой квантовый скачок. Вот. Я определяю, насколько, на 50 грамм молока. 50 грамм молока. Вот. И как-то сразу же определяется. У меня действительно получается, через 4-5 лет, я вспоминаю про него и начинаю его пропивать. Какие вежливые. Девушки, я вас обожаю. Да, по своему опыту могу сказать, что иногда в первые дни становится не очень хорошо. И это нормально. Это значит, все это работает. То, что живет в нас лишнее, да, в наших организмах, оно борется. Оно борется. Это же не только мы за жизнь цепляемся, да. То, что в нас живет все эти микроорганизмы, они же тоже погибать не хотят. И они начинают бороться. Они начинают бороться. К тому же, те, которые убиты, ну, уже, их же надо вывести из организма. Поэтому пейте воду. Пейте воду в это время обязательно. Когда организму легче будет очиститься от того, что уже убиты и уже не представляет для вас угроза. Легкость в теле, да, в мышлении, на самом деле, приходит уйма, уйма разных идей. Причем идеи такие и по отношению, и по благополучию, и по финансам. То есть, почему ты начинаешь светиться во все стороны. Самочувствие улучшается просто в разы. Я каждый раз удивляюсь, сколько сил и энергии мы тратим на ненужные нам загрязнения, которые мы носим в теле. Уберем их. Уберем их. Мариночка, его пьют обычно раз в пять лет. Вот я по себе замечала, у меня действительно получается раз в четыре года или в пять лет. Вот. И начнете пить, да слушайте, слушайте свой организм. Ведь это наш дом. Это наш дом. И он либо шикарный замок, либо покосившаяся избушка. Всем же хочется красивых, ровных домашних. Правда? Если у организма достаточно энергии, он не заболевает. Не заболевает. Вот сейчас темно. Вот смотрю в окно, да? В пять часов у нас в Санкт-Петербурге уже темно. Почему так редко? Потому что происходит очищение организма, и организм начинает сам работать. он сам вырабатывает иммунитет. Понимаете? То есть это не та чистка, что, ага, я выведу, и все, и до свидания. Нет, организм запускается. В нем появляется энергия жить самому, самостоятельно, бороться с всеми бяками, которые опять проникают. Я же говорю, ходим, да, дышим, вдыхаем то, что люди кашляют. Вот тут организм, он получает такой, как толчок. Толчок такой. И очищается, и ему интересно жить дальше самому. Иммунитет вырабатывается. Вот действительно вырабатывается иммунитет. А сейчас? Так темно стало, да? Все темнеет и темнеет. Осенняя депрессия. Проверьте лампочки. Вот проверьте лампочки и светительные приборы. Прямо напишите себе на бумажке. Напишите себе на бумажке. Проверить все лампочки. Поднимите голову, посмотрите, что у вас с люстрами. Цвет осенью и зимой должен быть ярким и теплым. Поэтому лучше заменить лампочки, светящиеся белым или голубоватым светом, на желтые лампочки. На желтые лампочки. Принимать до еды или во время еды? Спрашивает Татьяна. Лучше принимать до еды. До еды минут за два. Ну, если приняли и во время еды, да, ну, лучше до. Да, я жгу свечи. Да, Елена, свечи жечь тоже хорошо, но свечи вот на меня, они, например, навевают какую-то тоску, не тоску, ну, что-то такое. Я иногда зажигаю свечки, но не каждый день. Не каждый день. Я со свечкой много работаю, вот, клиентами, да, сессии провожу, и чаще всего свечка у нас горит, когда мы работаем в кабинете, потому что, когда человек приходит, рассказывает что-то, ну, что ему пора отпускать, да, мы отпускаем не в Вселенную, а сжигаем на пламени свечи. Вот, можно же, у нас же четыре стихии, да, можно как водой смыть, да, огнем выжечь, землей закопал, сгнило, да, или воздух, ветер, на ветер можно отпускать, вот, просто отпускать. Есть такие практики, если ты очень сердит, вот, сердит, да, вышел ты на улицу, и прям почувствуй, как воздух идет сквозь тебя, да, дай воздуху, да, воздуху, то, что там копишь, то, что держишь с тебе. И стихиями женщины тоже работают. У женщины это обычно хорошо получилось. Про сон. Сон очень важен для иммунитета и для здоровья, и для красоты. Нам сложно лечь в спаре в 10-11 часов вечера. Нам кажется, что вечером начинается вся жизнь. Нет. Сон до полуночи называется сном красоты, и он приравнивается к двум часам сна после полуночи. Ну, по крайней мере, ложитесь спать сегодня. до 12-ти ночи. Это очень-очень важно. Это очень важно. Дело в том, что это зависит, ну, спать, да, спать ложиться раньше. Ведь мы же во сне, у нас идут очень много процессов. Очень много процессов. наконец-то голова отключилась, и организм может вздохнуть спокойно, слава богу, ни о чем не думает. Я теперь могу обновиться. Вот. И начинают работать наши очень важные органы. Например, за кроветворение и перераспределение энергии у нас отвечает печень. А она активна с часу до 3-х ночи. То есть в это время мы должны спать глубоким-глубоким сном. Только тогда печень исполнит свою работу и действительно очистит наш организм все тактики. Ложу спать в 10 всегда, но просыпаюсь в 2-3 или 4 часа ночи. Возможно достаточно, Елена. Все зависит от того, как вы себя чувствуете. Вот проснулись вы в 4 часа, как вы себя чувствуете? Если вам достаточно сна, это же замечательно. В это время можно картину рисовать. Я вот занимаюсь славянскими куклами и берегами. Ночью куклы делаются очень хорошо. книги почитать. Много чего можно делать. Много чего. Днем тянет прилечь на полчасика. Елена, ложитесь, слушайте свой организм. У нас раньше бабушки как? Они днем спали и жили долго-долго. Поэтому не запрещайте себе, если есть возможность полежать, полежите. Если вы в офисе сидите, с Марилой, чем вот прямо спички в глаза вставлять и делать вид, что вы работаете, у нас это называлось, давно энергетикой занимаюсь, в офисе тоже посидел, у нас это называлось поработать с мелкими деталями. Садишься в позу кучера, когда расслабление полностью, руки лучше положить на колени, ладошками вверх или вниз. Ну, как кучер, вот посмотрите картинки, как кучер, расслабить позвоночник, то есть прямо скруглить, голову повесить, вот повесить прямо, ну, повесить на позвоночном столбе и посидеть так пять минут. Организм после этих пяти минут как будто действительно заново просыпается. Это называется поза кучера. Не буду вам ее сейчас дальше описывать, но это очень хорошая энерговосканавливающая практика. Галина пишет, рано ложиться не получается, так как все вебинары начинаются поздно по нашему местному времени, а заканчиваются два-три часа ночи, очень хочется присутствовать до конца. Галина. Вот опять про Малатхару. Вот смотрите, как интересно, ведь я же хотела про нее рассказать только в конце вебинара, да, а получается, что что не возьмите, все в нее. Есть пять параметров, по которым мы измеряем чакру. Ну вот здесь, да, очень, есть такой рыхлость и плотность. Вот когда рыхлые Малатхары, нам все хочется взять, вот все взять, надо оно нам, не надо, мы все хотим, вот мы все хотим, понимаете, вот это называется рыхлые Малатхары, а когда она сильная, вещи у нас не портятся, к нам приходит то, что надо, мы не тратим на это кучу энергии, то, что у нас лишнее, вот те вещи, которым мы не пользуемся, они у нас лежат, они у нас отжирают огромное количество энергии, огромное количество энергии, от них избавляются, но избавляются не так, что просто вынес на помойку, продают, и получается, что возвращаешь энергию, да, деньгами, Малатхара, она вообще за деньги и про деньги, не хватаешь все, а приходишь туда, где тебе надо быть, получаешь то, что тебе надо по жизни, что тебе действительно надо, вот такая Малатхара. Я вот встаю в 7-7-30, мне вполне достаточно, я вот чувствую, как я вдруг молодеть начала. Качественный сон, он оздоравливает, он предотвращает старение, он излечивает, в это время заменяются наши старые клетки на новые. Днешний облик, он преображается, не будет кругов под глазами, да, при пухлости, кожа приобретает розоватый оттенок, и не от крема, не от процедур для лица, а просто от достаточного количества энергии, от того, что кровь очищается печенью, да, то есть идет энергия такая в чистом виде, тело как будто наполнено большой жизнью силой, вот прям чувствуется, я опять пикачусь, но я пью уже много лет и действительно вижу, вижу результат. Так, понятно, да, энергию повышаем, повышается наш иммунитет, повышается и наше качество жизни, и наше здоровье улучшается. Простое сегодня рассказываю, но то, что действительно очень-очень важно. что еще хорошо? Вот включила уже по чахам, чтобы вы посмотрели, еще хорошо, пришли с работы, примите ванночку солью, вот ванну для ног солью, просто посидите, опустив ноги, ну, солью растворить, одной столовой ложки вполне достаточно, я иногда больше досыпаю, когда вот сидите в этой ванночке, там минут 10 всего надо, ноги в воде, теплые, и вода начинает остывать, а вы в это время думаете о том, что у вас что-то не получилось, да, в этот день, что-то как-то не сложилось, вода остывает, соль, она как электролит, она вытаскивает из вас эту грязь, и ментальную тоже, ментальную это вот наши мысли, и получается, что мы как будто в воде все передали, вот это все плохое, все ненужное, все, что нам мешало, все, что нас тревожило в этот день, то, что отняло на наш силу, воду, или в унитаз выливаем, или кто живет в своем доме, можно унести далеко-далеко, там, где и растения не живут, не растут куда-то подальше и не под дерево, уважаем вселенную, уважаем вселенную, любим ее и благодарим, и в водичке тоже говорим, благодарю тебя, да, возьми, вот что там мне мешало, благодарю, да, и вот отпускаем, ну вот теперь про чакры, напомню еще раз, да, что такое чакра, чакра это энергетический центр, система, которая работает в двух направлениях и на прием, и на передачу энергии. Каждая из семи чакр отвечает за определенные аспекты жизни и соответствующие жизненные ситуации, то есть они как аккумуляторы различной жизненной энергии, они накапливают и излучают ее, эту энергию, при взаимодействии с людьми, при взаимодействии с вселенной, например, там, аджни такая, ну, вышел ты куда-то, да, тебе нужен какой-то автоп, саджни такая тебе говорит, о, так, сейчас шестерка подойдет, такой, так, шестерка, вот, приходит шеставка, вот, вот так вот это все работает, когда находишься во взаимодействии со вселенной. От качества этого взаимодействия зависит и состояние здоровья человека, и его благополучие. Для чего нужна эта информация? Для чего развивать чакр? Не накачивать, развивать. Во-первых, здоровье. На каждой чакре свое. Вот посмотрите, где чакра нарисована, те органы, которые находятся в этой области, да, вот чакра как раз либо ослабляет, либо усиливает. общение, умение, умение зарабатывать денег, умение воздействовать на людей, проявлять себя, не стучаться в закрытые двери, там, не ломать стены, а идти своим путем, причем легко и с пониманием. Я буду рассказывать, начиная с верхней чакры, сахасрары, верхняя, коронная, прямая связь с Господом. Вот если вы сядете ровненько, что значит ровно? Сесть или встать ровно? Вообще вот мы настолько, мы настолько платим за то, что мы прямо ходящие существа здоровьем позвоночника, очень-очень платим. Как выстроить вот эту линию? Встаньте сейчас и прямо попробуйте, поищите вот это положение. У нас ведь тазобедренные кости, они такие вот как на шарнирах, да? Вот попробуйте попу назад, потом вперед и потом так хоп вниз сели. Вот это правильное положение. Вот тогда энергия течет правильный. Да? Прямо вот попробуйте как на шарнирах, как коленки в это время, они такие полусогнутые. Ну вот мне нравится назад сначала, то вперед и потом хоп села, вот прям ровно садишься. Ну а потом коленочки выпрямляешь, да? И вот это ровно. Теперь здесь. Как будто на ниточку повесили. Вот самая-самая высокая часть, да? Вот здесь находится Сахасра. Все из Бога. Аджна. Третий глаз. Середина головы. Это наше мировоззрение. Это философия. Да? Это наши задачи. То есть кто-то может поставить маленькую задачу, а кто-то глобальное ставит. И поиск решения. Безэмоционально. У нас здесь эмоций нет. И хотя у нас здесь все время какие-то мысли, они вызваны суетой каких-то других чат. Здесь все безэмоционально. Спокойно, глубоко, без нормально работающей шестой чакры Аджны развитие невозможно как таковое. Люди, у которых эта чакра в спящем состоянии, они живут на автомате. А это 80-90% людей. Так, мне уже времени не так много. Но расскажу вам. Хорошо, расскажу. Вот я говорю, что есть люди либо много берут, планов строят, и какие планы разные. У кого-то калибр большой, а у кого-то калибр маленький. Вот у кого калибр маленький, тот мыслит такими категориями. Пойду в магазин, куплю 3 кг сахара. У кого калибр большой, он думает большими объемами. Мне нужен сахар, на лето мне надо 50 кг, кто у них достанет, привезет и подешевле это сделает. Понимаете, да, то есть в разный масштаб. Вот. Можно расширить, увеличить свой калибр, кстати, по деньгам тоже, для кого-то 10 тысяч много, для кого-то 30 много, для кого-то 100 тысяч, это вообще ни о чем мы заморачиваться не будем. Тоже о калибре говорить. Увеличить, расширить калибр можно регулярным задаванием себе вопросов. Пишите, в чем я могу стать более эффективным, нежели сейчас. хотя бы в два раза. По всем делам себе задаем такой вопрос. В чем я могу стать более эффективным, нежели сейчас хотя бы в два раза? Ну, или как я могу сделать это эффективнее? Или как я могу это сделать более полезно для меня? это такой самокоучинг и он позволяет развить себя. Он позволяет действовать не шаблонно, а видеть много вариантов. И когда вы видите варианты, вы уже легче определяете, ага, если я сделаю не так, а вот так, мне будет и полезнее, и удобнее, я буду удачливее, и я быстрее приду к своим целям, и цели меняются. Даже если вы делаете это упражнение просто вот, просто недельку, да, вы так же вот просто теоретически, вы вдруг обнаруживаете, что у вас изменился масштаб мышления, вы перестаете думать сиюминутными критериями, например, там почистить обувь, да, и я вот думаю, ага, там надо почистить обувь, да, нет, вы начинаете уже думать не так, вы думаете, обувь должна быть чистой утром, я занята, умеете сделать, понимаете, да, масштаб, он становится совершенно другим, я на маленьких на каких-то примерах привожу, потому что на самом деле в бизнесе, да, в здоровье уже начинаешь думать не так, что ой, там душ принять, да, или в ванной полежать, а начинаешь думать, ага, для здоровья мне надо, чтобы те шлаки, которые у меня были, чтобы они вышли, чтобы я стала жить более свободно, спокойно, чтобы мое тело очистилось, берешь пачку соли и высыпаешь в ванну, и лежишь минут 10-15, получаешь наслаждение, очищается тело, да, то есть два в одном, понимаете о чем-то, да, вишутха, горловая чакра, это творчество, творчество, причем это может быть локальным творчеством, как делать куку, вот, например, это бабка, это бабка, вот, так же, как и, такое вот, что я сегодня могу улучшить в своей жизни, да, уже не как сделать мне это лучше, а что я вообще могу сделать в своей жизни лучше, причем, как локально, улучшили я тот стульчик, на котором я сижу, да, положили подушечку, красота стала удобнее, или прямо глобально, когда создаете идеи того, чего еще в мире не было никогда, можно создавать идеи, можно создавать произведение искусства, да, то есть чакра, вишутха, это чакра проявления себя в этом мире, если она закрыта, вы сидите и никуда не вылазите, вы просто сидите и всего вот, и никак себя проявить не можете, даже если мыслей много, а сам себя не пускаешь, сам себя опускаешь, говоришь, да это не надо никому, да это, все не надо, и сам себя куда-то там в уголочек, анахата, сердечная чакра, то есть сердце, да, чакра любви, но не столько чакра любви, сколько чакра управления эмоциональным состоянием человека, вот, причем, в качестве базовых эмоциональных состояний, я бы рассказала, что это принятие себя, такой, какой есть, вот сейчас, такой, какой есть, хоть в халате, хоть не в халате, вот какой есть, такой и есть, толерантность по отношению к другим, толерантность, да, что такое, да, это такое, принимаю их, вот такие, какие они есть, умение замечать сильные и слабые стороны людей, это тоже очень-очень важно, вот, часто ведь говорят, да, надо говорить комплименты мужчинам, и тогда они будут делать то, что ты хочешь, нет, если ты просто сказал комплимент, а он почувствовал там ложь, он не будет делать, а умение злить сильные от слабого, это все отсюда, и умение управлять своим эмоциональным состоянием, мы же как часто, да, вот, ребенок рассердил, поворачиваешься там к супругу или к маме и начинаешь передавать ему вот эту, вот, на ребеночку нельзя, да, передаешь туда, вот умение управлять эмоциональным состоянием, это как раз вот здесь, панахат, кстати, умение влиять на эмоциональное состояние кружевочек, тоже, манипура, наш животик отвечает за цели, за волю, за команды, за воздействие на социум, за умение и быть в команде, как руководитель, и быть в самой команде, это тоже манипура, то есть, люди, у которых манипура сильна, они управляют сотнями, тысячами, миллионами других людей, а у кого манипура слабая, он и сам-то не может себя заставить, с ватхистаном, находится за лобковой косточкой, то есть, если вести по животу вниз, то первая косточка, на которой вы наткнетесь, это вот как раз будет та самая лобковая кость, и внутри тела находится с ватхистана, она отвечает за наслаждение за радостью, иногда ее представляют как сексуальная чакра, но это очень-очень-очень узкий такой подход, очень узкий, нет, она отвечает за, вот, прямо за наслаждение, да, за радость, не только в сексе, вообще по жизни, делаю с радостью, да, или вот что-то делаю, ну, например, готовлю есть, да, устал, вроде бы не хочется, и вдруг появляется вот это наслаждение, я готовлю не ради того, чтобы накормить, а ради того, что мне это приносит удовольствие и сам процесс готов. Сватхистана, коммуникация один на один, тонкое чувство непартнера, да, умение быть с ним вместе в любом деле, но не командовать, а быть на одной волне, да, вот, эстетика идет по второй чакре, то есть вот наслаждаемся искусством, да, цветом, все, что можно пощупать, да, пощупать, насладиться, это все вторая чакра, а вот развитие чакры Малатхары является фундаментом развития всех чакр. То есть, если нет у вас вот этой основы, то и наслаждаться-то как-то не получается, и управлять людьми не получается, да, уж любить, так я тебя люблю, а ты мне это сделай, или я тебя люблю, а ты там что-то не делаешь, то есть не любовь в чистом виде, а такая загрязменная монетка, а потому что Малатхары не хватает, за выживание отвечает. То есть, когда нет вот этой вот опоры, веры в себя, веры во Вселенную, тогда ничего не получается. если с ней какие-то проблемы, да, начинаются проблемы со здоровьем, здоровьем, взаимоотношения в семье, социуме, нехватка средств для существования и развития, потери, вот если вещи изнашиваются быстро, ломаются, теряются, дома беспорядок, все Малатхара чакра, вот, она вообще отвечает за материальный мир, вот за умение взять, за умение взять, то есть сильные Малатхарщики это такие хозяины, такие главные по складам, все на своем месте, знаю где что, знаю когда взять, знаю куда приложить, знаю как получить выгоду, знаю где, вот где что и как с кем договориться, как самой там что-то не делать, да, как мне это сделают, ко мне это даст Вселенную. Вот такая опора, всегда у меня есть где жить, всегда у меня есть где спать, всегда есть что есть, у меня все для моей жизни, все есть, все есть. Малатхара также отвечает еще и за секс. не за эмоцию секса, то есть не за наслаждение секса, а именно за делами детей. И очень часто у людей, у которых нет деток, да, вот хочется, а нет деток, они начинают ходить по врачам. Ходят, пьют лекарства, да, вот все. А на самом деле, слабая младхара, сам выжить не можешь, не сможешь ребеночка родить. Вот так вот. Отвечает и за физический план, да, и за безопасность, и за взаимоотношения с миром, то есть движимое, недвижимое имущество, структурирование любых процессов. Структурирование, да, то есть как сделать, чтобы это было быстро, качественно, эффективно и полезно. Вот. Как я говорила уже, у ЧАК есть несколько параметров, по которым оценивается, как чакра функционирует. Например, рыхлая младхара, да, рыхлость и плотность. Я вам говорила про нахату рыхлость и плотность, да, по младхаре расскажу. Если рыхлая младхара, начинаешь все собирать. Все курсы, дом в бардак, что-то захотела, тут же побежала, купила. Деньги не держатся вообще. Вообще. То есть вот зарабатываете и ничего накопить не можете. Это рыхлая младхара. Дела начинаешь и не начинаешь. Пока думал, всю энергию уже куда-то слил. Плотная младхара, да, вот рыхлость плотность, да, плотная младхара. Все копишь. Все копишь. Сложно расстаться с вещами, с людьми, с ситуациями. И вот в этом очень большая откачка энергии. Вот. Вы проходите, пожалуйста, по ссылочке. Смотрите, потому что два дня тренинга. Два дня тренинга. Сейчас я переключу. Вот, чтобы была вам картинка, да, чтобы была картинка. Я не говорю обычные вещи, что да, она красная, да, звук до, да, она дает уверенность, там, да, у нее четыре лепестка, которые отвечают. Наверное, я про это вам еще расскажу. Сейчас я переключу, что будет на первом мне тренинге. Тренинг. Вот рассказываю про рыхлую плотную, да. Если плотная младхара, вы денег заработали, положили куда-то, спрятали в кубышке, все, деньги лежат, и никак они сами на себя не работают. А по нынешней экономике те деньги, которые лежат, они очень-очень быстро уменьшаются. Вот. Угнетенность и возбужденность. Если младхара возбуждена, вот она все, что видит, она все хочет. у нее зависть во всем. Увидела шубку, хочу шубку, да, причем не думая ни о чем, да. Вот прямо хочу, и все. Тревожность, беспокойство, бессонница, зависть, жаль, все про возбужденную младхару. Причем ее очень хорошо видно, когда человек стоит телесно, все это очень хорошо видно. И когда вы ищете партнера или супруга, когда вы отслеживаете человека, то есть по чакрам можно просто увидеть, что человек вам может дать, и вообще, что человек там представляет, да, он с виду-то может одно представлять, а внутри его он совсем другой. По чакрам, как расположенное тело, можно просто легко сканировать человеку. Если младхару не тянет, не длительность, рассеянность, ни на чем не можешь сосредоточиться, жизненный тонус снижен, страх по поводу всего, вот страх всего, прямо ощущение себя такой жертвой обстоятельств. Жертвой обстоятельств. Ничего не могу, я жертва, все плохо. Это вот слабая молодхара. Так. Про болезни сказала, да? Вы проходите, пожалуйста, да, и смотрите, потому что буду рассказывать быстро, у меня время уже заканчивается. Ну, в дневный тренинг, да, он будет 17-го и 18-го ноября, начало в 19.00. Запись предоставляется. Сейчас я включу второй день. Вот, второй день. Мы закрываем хвосты, перестает утекать энергия с младхары. Во-первых, появляется много энергии, причем энергия ваша, она ваша, она ваша родная, она чистая. она тут же, она начинает течь, появляется удовольствие от жизни. Прям вот четкое удовольствие от жизни. Конечно же, накачиваем. Причем очень много будет техник, когда вы можете накачать, тогда, когда вам надо. Да, вот тогда, когда вам надо. Что значит развитая чакра? Вот тоже хочу сказать. Когда чакра развита, вы не делаете лишних тело-движений. Не делаете лишних тело-движений. Вы точно знаете, куда идти, что взять, что вам надо. Это одна из самых нужных чакр. Она отвечает даже за регенеративные способности организма. То есть организм восстанавливает. Она к тому же дает еще энергию связи с родом. С родом. Защищенность, уверенность в своих силах с завтрашним днем. Да, мы будем и мудрый делать. Да, и дыхательные, и другие техники. Два дня. Два дня. С утра и до вечера. Если кто-то в другом полисе, да, будет запись. Я всегда открыта для вопросов, ответов. то есть замечательный. Да. В результате вы получите и усиление всей жизненной энергии, и устойчивость к болезни, чувство уверенности в себе. Это очень важно. Очень важно. Вот. Если нужен результат, а не теоретические разговоры, этот курс поможет вам получить его. Мудрость появится, стабильность, спокойствие, напористость. Все про это чакры. Когда в этой чакре много сил, много, она развита, много всего остального. и уважение, и денег, и успех. Проходите, заказывайте. Стоимость всего 2,850. Это вот только на этой конференции. Так, время мое закончилось. Татьяна, спасибо, что не перебивали меня, что дали мне закончить. Проходите, пожалуйста, заказывайте. Это действительно очень-очень важный тренинг. Проходите, буду рада вас видеть. И всего доброго. До свидания. Татьяна, я передаю вам слово. Татьяна, нет. Замечательно. Тогда я еще вам расскажу про эту чакру. Хотите? кто хочет поставить восклицательные значения. Я вам расскажу тогда прямо вот про пять осей, которые отвечают, отвечают, да, как можно диагностировать эту чакру. например, если чакра неемкая, то есть она маленькая, да, что такое емкость, ну вот емкость, да, если она маленькая, вот вы получили энергию какую-то, а больше не можете, маленькая чакра, маленькая, маленький объем энергии, начинаешь что-то делать, начинаешь убираться, на столе разобрался и все, дальше то ли устал, то ли отвлекся на что-то и ушел. Отвлекаемся мы когда? Когда устали, да, мы-то себе думаем, я отвлекся, значит, у меня там какое-то дело другое появилось. Нет, мы просто устали это делать и нам нужно какое-то переключение, чтобы в эту маленькую, малоемкую чакру налилась опять откуда-то энергия, да, со Вселенной. Вселенной. Чакра бывает интровертной и экстравертной. Интровертная она получает энергию только из природы, а экстравертная она из общения с людьми. Да, то есть одному человеку надо пойти на природе посидеть одному и ему хорошо становится, а другому человеку да, Ирина, все правильно, если никакие дела не можете закончить, это тоже мулатхара. Понимаете, вот так получается, мы живем, мы делаем, мы устаем, а по сути-то в жизни-то ничего, да, начинаем делать, хочется, вдруг раз и никак. Сами-то себя как чувствовали? Начинаю не могу, да, или убиралась, не убралась, дом, бардак, да, там, что-то еще, да, там, вещи не держатся, вот, у меня девочка была, клиентка, и мы с ней много чего отработали, и вдруг я вот чувствую, что что-то там по мулатхаре никак, и мы с ней стали именно заниматься мулатхарой, и мы с ней делали упражнения и практики упражнения, причем и на встречах, да, и вот отдельно она делала, отдельно, или мы по скайпу общались и делали, так вот, когда, вот пришла мне эта идея, что мулатхара, мулатхара, прямо вот мулатхара у нас нам не нужна, и она начала заниматься, так вот, ей приснился сон, что она, ну, едет на машине и попадает в жуткую, жуткую аварию, и она начинает делать упражнения больше, и вы представляете, она вот ехала на машине, она говорит, я еду, я понимаю, что я как в том, вот в том сне, и она, она говорит, я понимаю, что вот здесь мне надо остановиться, и она останавливается прямо в потоке, и перед ней, в общем, грузовик там, то-то-то-то-то-то-то, и в общем, в общем, спасла себе жизнь, а всего-навсего, немножко подкачали мулатхару, на тот момент, совсем не было, вот появилось такое видение, которое спасло человеку жизнь, и здоровье, и жизнь, и машину, и деньги, вот такая чакра, и здоровье, и деньги, и взаимоотношения, вот такая. Татьяна, я, наверное, заняла уже совсем много времени, или я еще могу поговорить? Татьяна молчит, значит, я еще буду вам рассказывать. Что еще, да? Как я рассказываю? А может быть, у кого-нибудь есть вопросы? Если есть у кого-нибудь вопросы по какой-то из чак, я отвечу на них, потому что приходите на мулатхару, да, на тренинг, вот, и будет замечательный результат. Куда мы сливаем энергию чаще всего? Закрытие хвостов очень-очень важная тема. Чаще всего мы сливаем нашу энергию по хвостам к тем людям, которые, или к тем ситуациям, которые произвели на нас какое-то особое впечатление. Именно особое впечатление. Причем, если позитивная оценка той ситуации, то энергию мы получаем. А если мы идем из обиды, у нас отняли, нами попользовались, нас бросили, вот это надо закрывать. Обязательно закрывать. Дырявую чакру, сколько ни накачивая, энергия будет сливаться. Сливаться однозначно будет. Закрываем мы чакры разными, как хвосты, разными способами. Кстати, очень у многих чакры просто блокированы. Блокированы. Блокированы обидами. Блокированы тем, что нам просто не дали развиться. Малатхара развивается с года до пяти. Когда ребенок, помните, он такой активный, жизнедеятельный. Вот. У него до года вообще идет базовая такая установка, что есть мама, которая за меня все сделает. Может быть, кто-то помнит это, состояние. Что мне достаточно чуть попукситься, чуть поплакать, чуть пошевелиться. И мир мне даст все. Вот младхара как раз и закладывается с года до пяти. Если вам в то время говорили, что, что, что там, сломал что-то, да, или какой-то нехороший, или за что-то ругали, за то, что никогда такого не было. Ирина, это про что? Не ругали в детстве? В общем, младхару нам чаще всего закрывают родители. И обиды идут как раз вот на родителей. Почему младхару еще связь с родом? Про капризы и все дали. То есть, пока призничала и все дали? Ну, вот ты, Ирина, вот ты нам до года поплакал, млако отдали, да, поплакал, ну и теперь пантерс поменяли, ну или вообще не меняют, а там все впитывают. Вот, а потом, когда нам уже не дают, да, и мы начинаем думать, что а мы недостойны, а я недостаточно хороша, или если я буду хорошей, вот тогда мне дадут. И начинается комплекс отличника. Если я сделаю хорошо, то мне дадут, а если я такая, какая есть, поможет, я нужна такая, какая я есть. И начинаем сами из себя выдавливать что-то такое сверхъестественное, переставая быть самой собой. Одевая маски, играя чужие роли, развлекая других, ущерб себе. И по Малатхаре идет все больше и больше процессов. И это очень обидно, потому что все мы родились уникальными и такими, какими мы нужны в этом мире. И так ломать себя круто, ну, позволяя другим людям ломать. Причем в маленьком возрасте до 5 лет это происходит крайне неосознанно. Для нас очень важно принадлежать своему роду. Мы от них полностью зависим. Ну, от мамы с папой, да, мы от них полностью зависим. И мы не можем настаивать на своем. Мы объяснить-то еще не можем, да, а мама с папой такие большие, такие сильные, что, в принципе, могут заставить сделать все, что надо им, а не то, что надо нам. И поэтому чувство достоинства у потрясающего большинства людей просто отсутствует. самоценность есть у малого количества людей, да, ну, процентов 30. То есть, то, что я ценен, то, что мои желания ценны, то, что, когда я считаю, что я ценна, и мои желания, они имеют вес, я начинаю относиться и к другим людям так же, что и ты тоже ценен, и твои желания имеют вес. И тогда начинаются взаимоотношения. Что такое взаимоотношения? Ну, надо же как, ну, про все. Что такое взаимоотношения? Мужчина-женщина, да? Как у нас женщины в семье себя стараются, да? Как нас научили вот из-за этой хорошести? Я буду хорошая, я буду ценная, я буду достойная, и тогда ты меня будешь любить такую замечательную. не такую, какая я есть, а такую, а такую замечательную. Вот. Женщина несет ответственность за себя, за отношения и за мужчину. И начинается контроль, да, за мужчиной. То есть мужчина, он же тоже, он мужчина, он вырос, он имеет право нести ответственность за свои поступки и за себя сам. А мы начинаем, причем нести ответственность за себя и за отношения. Только тогда отношения и получаются. А когда мы начинаем из-за травм с молотхарой говорить, ты должен, ты обязан ругать, кричать, контролировать, когда пришел, что сделал, он там молотком гвоздь прибивает, а ты ему советуешь возьми пальчиком вот здесь, молотком ударь, вот так, давай я тебя подержу, тогда наши мужчины превращаются в мальчиков, потому что за мальчиков несет ответственность мама. Им не надо тогда взрослеть и брать ответственность на себя, за него берет ответственность жена-мама. А все из-за чего? Из-за молотхары. Проходите, заказывайте, пожалуйста. И до встречи. Вот я вижу, Татьяна пришла. Спасибо большое, Татьяна, очень хорошая публика, всего вам доброго, до свидания. До встречи на тренинге. Я так. Спасибо большое, Ирина, да, спасибо, всего вам доброго. И так подошло к концу выступления нашего первого спикера. Я думаю, вы все получили так массу новой информации, если даже как бы не новой, но хорошо забыто старой. И я думаю, что стоит нам, благодарю вас, Галина, и от имени всех тоже благодарю вас. Были вопросы, вы работали, это все замечательно, значит, и спикеры, и тема вам была интересна. Давайте поблагодарим Галину восклицательными знаками за ее замечательное выступление. Кстати, меня хорошо слышно? Хорошо слышно. Вижу. Спасибо. Спасибо.